Да. Добро пожаловать. Добро пожаловать в FTL. Обратно. FTL, модно мультивселенную. Мы идем за победой. Мы сегодня, я буду стараться добраться до новой концовки. Прошлый раз мы тестили сложный режим. Я не увидел разницы между сложным режимом обычным. По-моему, разницы никакой. Во всяком случае, того, что было обещано на обложке, типа, новые бои, секретные, какие-то элитные бои, ничего этого не было. Поэтому, либо сложный режим недоработан, либо я не понял, как он работает. Чат говорит, что усиливается секретный босс в сложном режиме. Но, секретного босса я ни в каком виде не видел. Поэтому, не вижу смысла его усиливать, если мы с ним ни разу не дрались. И сейчас выберем корабль. Давайте. Массивный военный корабль повстанцев. Это что такое? Это алибарда. Алибардой мы играли, по-моему. Так. Чат, мне сейчас нужна будет ваша помощь. Я не помню, чем мы играли, чем нет. Ну, невидимкой мы точно играли. Это фигня. Так, ладно. Тип Б. Тип В нет. Поехали дальше. Это обычный Керстель. Причем с третьим бурстом начинает. Что это за имбища со старту? Так. Ну, Керстелями я не хочу играть. Это обычный корабль из первого FTL. Ну, из оригинала. Дальше поехали. Во. Даскбрингер. Даскбрингер. Знаете что? Вот. Вот наш корабль. По-моему, мы им играли, но что-то почти сразу... Что-то я помню. Мы его вроде пробовали и очень быстро проиграли. Проиграли. То есть, полный забег не доиграли. Давайте его, да. И это у нас... Эти. Это у нас Золтаны. И... Это Золтаны с отсеком клонирования. Красивая, да. У него две энергетических пушки. У него Артемида. Ну, обычная ракетница. Ничего особенного. И у него Золтанский щит. Что самое... Что самое важное. У него Жолтанский щит. Жолтанский щит. Да. Русский язык. Я стример. Привет. Зарабатываю на жизнь тем, что разговариваю. Язык. Мое второе... Оружие. Первое мое оружие. Это, конечно, харизма. Я такой классный. А шутки у меня... Воу. Закачаешься. Да, поехали. Погнали. У нас есть отсек клонирования на стандартном уровне сложности. Не трогаем ничего. И у нас есть Стивен. Это буду, наверное, я. Варлочек. У нас есть ЗАС. Сюда мы назначим Тостера. Это будет ЗАС Тостер. И Ян Магния. Ну, давайте сюда назначим Ами. Ами Крона. Да, пускай будет Ами Крон. Ладно. Вот так вот. Сделаем. Специалисты по рогаликам отправляются в путь. Поехали. Вперед. Стартуем. И... Так. Уровень сложности я не трогаю. Играем на стандарте. Обычный. Да, да, да. Обычный. Я не думаю, что нужно... Ну, или... Более сложные задачи. Боссы, путешествующие по мультивселенной усилены и берут экипаж в качестве Дании. Ну, фиг знает. Ла... Ладно, пофиг. Повышает сложность истинной концовки. Блин. Не хочу я повышать сложность истинной концовки. Давайте обычный уровень сложности. Что-то такое странное. Окей. Подтверждаем решение. Все. И приступаем к выполнению задания. Так. Ну, возьму я нам еще одного бойца, наверное, сначала. Оружие у нас должно быть нормальное. Давайте. Окей. Я случайно кликнул по оружию вместо бойца. Поэтому у нас будет дополнительное оружие. Клик-клик-клик, как у нас говорят в деревне, решает много проблем. Давайте у меня обычный лазер. Пофиг. Низклики хороши. И мы выполним задачу. Спасение. Случайная команда. Так. И мы нашли бездействующий пиратский корабль. Давайте посмотрим, какая добыча будет внутри. Тяжелый лазер. Марка 1. Ну, отлично. Что за тяжелый лазер со старту? Ну, по всем параметрам лучше обычного лазера, да? И лучше энергии лазера. Потому что энергии лазер... Ну, у нас куча лазеров есть. Так-то ничего, так. Я же не уверен, что с такой кучей лазеров нам нужна ракетница. Я думаю, можно вообще ракетницу выкинуть. Такая толпа лазеров разнесет все. Один раз проапгрейдить оружие. И это на самом деле неплохое вооружение на первые пару секторов. Что за истинная концовка? Вот секретная концовка в этом моде есть. Мы ни разу до нее не добрались. Нужно найти корабль инопланетян в секторе Энджи. Тебя тащат в портал куда-то там в далекую вселенную. Ты там проходишь квест. И вот на этом этапе мы пока что все время проигрывали. Квест я так не смог пройти ни до конца ни разу. Поэтому, да. Ну вот как-то так. Два Энджи и Хэви. Нет, давайте Энджи, обычный и Хэви лазер. Короче, три разных лазера у нас. Ну почему-то пишет, не хватает мощности. А ну, надо просто реактор фигануть. Все, мы в порядке. Так, я на борту управления кораблем. Хотя нет, знаете что, я за пилота не буду, потому что я... Я Камикадзе. Да, у меня есть самоподрыв. Поэтому я пилотом не буду на всякий случай. Камикадзе в рубке пилота, это не то, что нам нужно. Вместо этого мы как-то вот так распределимся. И я стану временно на оружку. Все, погнали. И первый сектор... Короче, план такой. Мы летим обязательно на Энджи. Обязательно. Все сектора Энджи делаем все, чтобы максимум секторов Энджи исследовать. И до торговца у нас 9 прыжков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Что-то не то. Я смотрю так, чтобы все снабжения облететь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот здесь будет флот повстанцев. Короче, не сможем мы... Не сможем мы получить все снабжение. Ну, тогда вот так я полечу, потому что тут бедствия сразу. Все-таки раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Короче, верхнее снабжение игнорим. Привет, Барлёха. Варлок играет в Хардстоун. Мир сошел с ума. Лучше. Я играю в Супер Авто Зверей, которые, как Хардстоун, только лучше. Если сразу на верхнее снабжение полететь, по-моему, все равно не долетаем. Ладно, сейчас посчитаем. Прибыв в сигнале бедствия возле небольшого астероидного пояса, обнаруживайте корабль с пиратскими знаками. Ну, давайте попробуем сдвинуть корабль. Ну, два урона это фигня. Это вообще ни о чем. И да, у нас золотанский щит, поэтому мы имба. Нет, Барлёха правильно говорит. У меня в названии стрима написано про Хардстоун. Это называется Кликбейт. Один из самых важных инструментов в работе любого стримера или ютубера. О, щиты сломались, а. Ну, прикольно. Так, мне надо переехать. Я тут все закрываю. По-моему, как-то вот так. Так, мне лучше всего сидеть, если я правильно помню. Окей. Ну, че. Кто у нас? Тостер, давайте чинить. Тостер чинит щиты очень медленно. Знаете, что? Пока Тостер чинит щиты, мы сейчас сделаем... Мы сейчас сделаем ставку. Блин, ну, игра. Мы сейчас сделаем ставку. Держите казино. Так, найдет ли стример квест на концовку? Да? Нет. Сможем ли мы найти квест на истинную концовку? Давайте так. Пройдет ли стример? Не найдет, а пройдет ли стример? Пройдет ли стример квест на концовку? Окей. Держите казино. Ну, е-мое. Игра. О. Да что такое Тостер? Да почини ты щиты. Господи. Тостер, ты че там в толку, что ли, играешь? Вместо того, чтобы щиты... Чинить. Рискованная ставка, потому что здесь не все в нашем контроле. То есть я приложу все усилия для того, чтобы найти эту концовку. Но частично у нас сейчас рандомное казино. Которое, как бы, мы можем повлиять немного, но не полностью. Так что интересное казино. Как положено казино, рандомное. Свободный Богомол радостно приветствует вас. Прерывистый диалог бросает вызов переводчику. О, капитан федерации, я спрашиваю вас, достойны ли вы моей поддержки. У меня есть вера. Одно я должен видеть доказательства. Сражаюсь со мной, побеждаю. Я присоединюсь к команде. Просто знай, будь осторожен. Я не проверю к тебе милосердие. Блин, быстро говорит, действительно. По-моему, этого чувака надо не убить. Нужно ему поломать корабль, но не добивать. Это типа квест. Тогда начнется битва, говорит Богомол. Ну и мы... Да, нам нужно их поломать. Но не убивать. Хороший квест. И, по-моему, Богомол, который присоединяется, он сильный. Ну, три лазера здесь без проблем. Мы уничтожим этого чувака. Золотанский щит все выдержит. Щиты у меня выключены, потому что отбросить страх и сомнение. Да, три лазера это все. Это сразу минус чуваки. Еще нужно команду им не убивать. Типа... Ну, я и не планирую. Да? А если убить команду? Ну... В команде чувак, который к тебе собирается присоединиться. Я думаю, если ты убьешь команду, к тебе, наверное, некому будет присоединяться. Да? Так, сейчас обычным лазером один раз пульнуть. Все. Ты победил величайший из бойцов. Как обещал, иду с тобой. Иос, добро пожаловать. Йос. Йос. Ты будешь... Йош. Йош. Рыцарь Йош. Добро пожаловать. Надеюсь, ты не станешь императором сил тьмы, и не пойдешь захватывать нашу страну, когда вырастешь, да? Свободный мантис. Так, это который с бафом. Да, это мантис, который... А, это который бафает сам. Хороший мантис. Ты у него кликаешь феромона, и он такой... Окей, мантис, давай пока... Ну, ты типа бойцом будешь, поэтому знаешь, что я пойду стану на двери... Ой, корабль у него сгорел. Я стану на двери, а вот этого чувака мы поставим на оружку, он, если что, будет ходить драться. Йош правильнее будет? Да, но не всегда то, что верно, а это правильно. Верно и правильно, это две разные вещи. Иногда правильно... Иногда правильно сделать неверное решение. Фалькьюкон, привет. Привет, наконец-то появилась интересная игра, автоакты. Будет она сегодня? Да. А автозвери так хороши. Автозвери было... Автозвери так крутые. Вчера мы поиграли на стриме. Просто кайф. Так что я планирую в нее и сегодня играть. И причем она на английском, но меня это не остановило. Мне очень понравилось все равно. Вот здесь магазин богомолов. Но, собственно, магазин нам не нужен. Но магазин богомолов агрессивный. Поэтому на них всегда можно напасть. Давайте еще раз посчитаем. Семь ходов до магазина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но не успеваем. Хотя, через один ход будет здесь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, успеваем. Успеваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы как раз успеваем к торговцу. Потом и на выход успеваем. Окей, вы были правы. Сейчас, мы успеваем. Автопэцы. Какая классная игра. У нас там вчера... А, блин, я не могу спойлерить. Серия на ютубе выйдет только завтра. Так что я ничего не буду спойлерить про вчерашние битвы. Но на ютубе завтра выйдет серия по автозверям. Группа богомолов заселась в брюхе умершего космического кита. А, ну да, они так все время торгуют. Ну, давайте полетим. Ну, покупать я у него все равно ничего не буду. Денег нет, поэтому мы будем с ними драться. И, ну... О, огненная бомба. Ладно. Огненная бомба немного меня пугает. Но один щит... А, нет, нифига, я дурак. У нас же энергощит золотанский. Наш корабль абсолютная имба на данном этапе. Чисто из-за золотанского щита. Я бы сказал, что мы неубиваемы в начале игры. Ну, вообще физически неубиваемы. Это нужно отойти на 5 минут от компьютера, чтобы проиграть бой. Что меня устраивает. Сегодня в нее наигрался. Сложнее, чем кажется на первый взгляд. Там, кстати, лобби заработали. Отлично. Это просто отличные новости. А лобби... Это там, что можно, типа, играть с... Например, со зрителями? Типа создаешь лобби, приватную игру, и к тебе заходят, да? Ну, это отличная вечеринка. Знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно больше энергии в генератор и... Все. Чтобы от всех репликаций работал. Окей, перейдем. Первое снабжение. Так. Отлично. И на борту корабля... Я пока ничего не буду делать. Первая очередная задача... Это... Поставить манипулятор сбора металлолома. Но пока его в баню... Нужно деньги на торговца копить. И покупать какую-нибудь имбо-пушку. Дрон. Привет, дрон. Беспилотный дрон федерации. Ну, давайте попробуем его спасти. Спасая дрон, он внезапно становится враждебным. Ну, фигово. Глупый ты дрон. Глупый, глупый дрон. Интересно. А, это желтая пушка. Это, по-моему, метателя... Вау, наши выстрелы столкнулись в полете. Как романтично. Вообще огонь. Как он доджит. Сегодня... В этих суперавто... В зверях я, наверное, все-таки... Буду играть все... Сам? Ранкет? А, там посмотрим потом. Ай, меня ранили. Мы можем захватывать? Кого? Как? Кого мы можем захватывать? Как без телепорта захватывать? Чат? Десантируемся? Ну, у меня нет телепорта. Куда я буду десантироваться? Магией? Я же не Гарри Поттер. О, господи, какая фигня. Мыльница красная. К вам приближается особенно хорошо вооруженный пиратский корабль. Так, ну... Хотят нас собрать члены экипажа. Конечно, Ёжа можно было бы отдать. Ну, или Тостера. Для меня. Но я этого делать не буду. Кстати, мне нужно пойти полечиться. А я не могу лечиться, потому что у нас клон Бэй. Так что... Нет, не буду я идти лечиться. И Золотанский щит, конечно, вообще офигенен против телепортов. То есть то, что к нам никто не может запрыгнуть на корабль, ну, это прямо сказка. Но это в финальном бою будет не так полезно. Что у меня десинхронизация оружия? Давайте, ребят, стреляем все вместе. Давайте. Оп, оп, молодцы. Хорошая работа. Бум-бум-бум. Отлично. Минус. Красная мыльница. Потоплена была. И одна ракета. Так. Три хода. Раз, два, три. Угу. Угу. Раз, два, три. По идее, все верно. Прыгаю сюда, а не здесь. Прыгаю сюда, а не здесь. Прыгаю сюда, а не здесь. Стоп. Прыгаю сюда, а не здесь. Прыгаю сюда, а не здесь. Нифига, мы не успеваем Мы успеваем только так, так, так Окей, мы не успеваем оба снабжения Успеваем одно снабжение Я все-таки просчитался Сенсоры Засекли корабль беженцев Предбеженцы Они хотят дать нам 10 горючки за 3 ракеты Это лучший обмен в моей жизни Нифига себе Так, ну и От склада снабжения мало что осталось Кроме небольшой порции металлолома Пиратский корабль Привет, корабль пиратов Здрасте, пираты Welcome Вот вы и умерли Мы все совершаем иногда ошибки Блин, еще и тяжелый лазер Это так круто Тяжелый лазер так хорош И скорость полета снарядов У нашего вооружения Сейчас идеальная Первым всегда попадает энергетический луч Вырубает щиты, а потом лазеры Прямо вообще огонь И вот, теперь к торговцу Да, если бы полетели третий Не успели бы Привет Торговец Я не обновлял мод Поэтому баги После последнего патча Все еще остались И Торговец говорит Гаечными ключами Что, по-моему Добавляет ему только Интересности Диалогом Так, мы тебе, чувак Продадим 15 ракет Держи тебе И у нас 116 116 Денег Ну и вот он Большой Красивый Артемиду я сразу Продаю Она нам нафиг не нужна Ну и я вижу тут Большие дуры Огромные дуры Чардж лазер Марк 3 Заряжает 5 выстрелов 4 секунды На зарядку Бурст Третий 5 выстрелов Ох Мы его сейчас Можем поставить Фаер стартер Лазерное оружие Которое Разжигает пожар 100% Вероятность Поджога И на это Только два предмета Могу купить Ого Варлок Платный пак Зверей попадается Тебе Даже если у тебя Нет платного пака Нет Если Фалькикон Если ты про Суперавто Зверей Нет И мы вчера Играли Там Там разделение Донатные Звери играют С донатными Зверями Обычные Звери играют С обычными Зверями Там Разделено Два Отдельных Лобби Может быть Сегодня поменяли Я не знаю Сегодня не играл Блин Пожары Так сильные Чуваки Я хочу Лазер Пожарный Лазер Да Да Вот этот Бурст Он Очень Сильный Как бы Мы это Знаем Давайте Посмотрим Что еще Чейн Хэви Лазер Так Чейн Лазер Тяжелый Так Вдвое Больше Урона Ага У него Скорость Перезарядки Увеличивается Время Перезарядки На 3 Уменьшается 3 цепочки Подожди Он что Каждую секунду Будет стрелять Стоп Ну Бурст И чардж Лазеры Вот это Вот комбо Это офигенная Штука Фалькикон Я тебе говорю Они Пару дней То ли Пару дней назад Выкатили патч И поправили Вот эту штуку В суперавтозверях Там Сейчас Не попадаются Донатные звери Против обычных Зверей Я гарантирую Вот вчера мы играли Я гарантирую Что донатные звери Там не попадались Мы полтора часа Играли Антихул Лазер Ну антихул Это который Больше урона По пустым комнатам Наносит Ладно Берем огонь Огонь весело Блин Так И что у нас Еще есть Пирсинговый Лазер У него Хватит Если я что-то Продам Пробивающий Лазер Пробивает Слои Щита Мощность Два Выстрела В два Тринадцать Секунд Зарядка А какая Зарядка Здесь Четырнадцать Секунд Чейн Выглядит Хорошо Давайте Его Попробуем Согласен Попробуем Чейн Хэви Лазер Мощность У него Ему всего Один Нужна То есть Такая же Как у Нашего Так что Не вижу Смысла Его не Брать Все Закупились Пойдет Ну и Можно Сразу Что-то Из нашего Продать Например Один Энерджи Можно Два Энерджи Продать Смело Да Энергопушки Сразу Продавать Продавать Спасибо Торговец Хорошее Хорошо Хорошо Зарядил Нас Так И теперь А Подождите Интересный Магнитный Магнитный Манипулятор Давайте Для разнообразия Магнитный Еще раз Попробуем Да Я думаю Это Хорошая Идея Тут С этим Магнитным Манипулятором Бывают Ивенты Разные Я его Поставлю Я думаю Он хуже Чем сбор Металлома Но Зато Интересней Разве Пробоины Не тушат Пожар Очень Медленно Тушат Так что Это Даже Можно Не Рассматривать Недостаточно Быстро Для того Чтоб Это Решало Как бы Если у тебя Пробоины И все Горит Все равно Уже Успешно Было И вот У нас Элитный Бой Манипулятором Не можем На шару Получать Ничего Нет Вроде Не можем Так Отлично Ну что Чуваки Тестим На вас Наш Словый Лазер Так Мы Стреляем Chain Fire Starter Одновременно И Там Должен Сейчас Огонь Быть У них Сейчас В оружке Все Должно Гореть И Смотрите Chain Уже Быстро Зарядился Еще Один Выстрел По оружке Блин Надо Камеры Абгрейдить Чувак Нам Запрыгнул Ну Будем Его Блин Chain Так Быстро Стреляет Он Уже Два Раз Знаете Что Chain По-моему Можно Ставить На Авто Стрельбу Да Да Он Очень Быстр Хитер Дьявольский Умен Ну И Давайте Подожжем Вам Кабину Пилота Что Ли Отлично Фига У него Скорость Стрельбы Ну Конечно Не Такая Чтоб Там Все Щиты Выносить Но Все Равно Кайф Так Мантис Иди Разберись Там Какой-то Мужик На корабль Залез Молодец Мантис Только Теперь Не Помри Там Без Кислорода О Мой Бог Оружие Сломали Так Ну Ломанули Нам Оружку Наверное Ёжу Нужна Помощь Вряд Ли Он Сможет Причинить Своими Ножи Вместо Рук Поэтому Там Тоже Дырочка Ага Окей Ты Иди Чини Вот Здесь У тебя Что у нас Мало Здоровья У всех Где Мой Кислород А Кислород Сломали Понятно Ну Я бы Сказал Что у нас Может быть Некоторые Проблемы Небольшие Нужно Чинить Ну Умрем В этом Бою Ага Прикольно Все Все Шло Отлично Ага Потом Все Умерли Мы Не Можем Пробить Их Щиты Нам Все Сломали Бомбы Бомбы Чуваки Бомбы Я попробую Сбежать Отсюда И тут Везде Пробоины И Мантис Нам Нам Нужно Попробовать Починить Оружку Там Две Пробоины У них Тоже Все Горит Держимся Ребят Держимся Кислород Может Там Кислород Нужно Починить Как Вы Думаете Мантис Ты Там Как Фигово Понял Мои Чуваки Не успевают Отремонтировать Ничего И Дохнут От Нехватки Кислорода Прикиньте Они Ничего Не Могут Починить Молодец Хорошая Работа Так Ты Близок К Успеху Давай Сюда Оп Отсек Клонирования Сломали Ну Это Плохо Все Умерли Остался Один Мантис Я думаю Что Он Вряд Ли Может Быть Он Выживет У них Там Тоже Пожар На Корабле Ярушка У них Сгорела Давай Мантис Держись Чувак Я В тебя Верю Боец Умер Все Умерли Все Умерли Кроме Мантис Ну Похоже Что Мы Выживем У них Хилки Нет А Мы Победили Отлично Никаких проблем Изи Бой Так Мантис Тебе Придется Честь Корабль Ёж Жив Это Растарт Не 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 Мы Так Не Делаем Ёж Жив Это Оно Он Когда Нибудь Все Починит Главное Верить Давай Ёж Давай Я В Тебя Верю Окей Он Он Почти Это Сделал Оп Еще Раз Мы Не Можем Делать Растарт У Нас Казино Люди Сделали Ставки Нельзя Растарт Бедный Жук О Господи Окей Молодец Ёж Мы В Тебя Верим Давай Чувак Вот Оп Нет Он Умер Привет Ребят Кто-то Нам Присоединился Здравствуйте Вы Вовремя Как Как раз Самый Интересный Момент Геймплея У нас Товарищ Ёж Чинит Дырки В Корпусе Добро Пожаловать Вот Мы Жука Отправляем Чинить Пробоины Он Их Чинит Умирает Воскрешается Снова Идет Когда Нибудь Он Это Сделает Так Ладно Знаешь Что Почини нам Камеру Ёж Чтоб Хоть Видеть Ситуацию В общем Эдвард Руки Ножницы Нажив Вместо Рук Давай Чувак Почти Это Сделал Хоп 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 Так Ну и Что У нас О Так Тут Почти Все Уже Готово Мы Практически В порядке Еще Три Отверстия Это Где-то 8 9 Смертей Ёжа И Все Будет Нормально Тут Фигня Слушайте Ну давайте Будем Честны Бомбы Это Имба По-моему В этом Моде В прошлый Раз Когда мы Дрались С Боссом Помните Я говорил Что По-моему Босс Научился Выцеливать Системы Намеренно То есть В ФТЛе Противники Бьют Рандомно По рандомным Комнатам Должны А у меня В прошлый раз Мы играли И У меня Стойкое Впечатление Осталось Что Босс Ты че Дурак Ходишь В обход Что Босс Выцеливает Нужные Системы Вот это Только что Этот бой Был Демонстрацией Того Что Враги Может быть Если я двери Открою Будет лучше Может быть Тогда здесь Будет Кислород Что-то Не помогает Ребят По-моему Просто Везде Начинается Просто Везде Начинает Кончаться Кислород Не так Оно Работает Не то Вот этот бой Только что Была Очень хорошая Демонстрация Того Что Бомбами Противники Выцеливают Конкретные Системы А не Рандомно Их кидают Раньше В FTL Чуваки Бомбы Кидали Просто Рандомно По кораблю И они Не всегда Попадали В системы Здесь Этот корабль Специально Бомбами Выцеливал Жизненно Важные Системы Оружку Там Кислород Все дела Это были Бомбы И только За счет Бомбы Он нас Так Вынес Потому что Бомбу Нечем Контрить Ты не можешь Контрить Бомбу Золотанский Щит Контрит Бомбы Но вообще От бомбы Кроме Уклонения Нет Защиты Тебе Не повезло? Нет Я уверен Зачем он Латает Дырки В пустых Отсеках Потому что Он трудолюбивый Потому что Он трудолюбивый Мантис А не Стример Люди У которых Часто Выпадает Решка Начинают Верить В культ Решки Я имею Ввиду Я Не первый Год Играю В Slay the Spire И Я Знаю Как Выглядит Обычно Второй Третий Ход На Сердце Ребят Которые Вчера Были На Стриме По Slay the Spire Подтвердят Насчет Решки И культа Решки Да Помните Вчера Третий Ход На Сердце Вот Вот Так что Нет Это Все Заговор Кругом Заговор Все Подкручено Кубики Подкручены Окей Ёж Почти Это Сделал Давай Ёж Мы В тебя Верим Весь Час В тебя Верит Главное Не сдавайся Чувак Я знаю Что у тебя Вместо рук Ножницы Но Ты должен Держись Брат Держи Держи Этот мантис будет Самый сильный мантис Подожди, а феромоны ускоряют его Как-то Скорость и урон Плесни феромона В себе что-ли Для красоты О, он это сделал Окей Мы снова в деле Фуу Так Теперь мне не хватает энергии Потому что у меня была куча золтанов Ну Вот так хватает Ааа Извини, извини, еж Я не специально Полетели в следующий сектор Ай, отлично Два Два сектора дозбрингеров Самые муторные противники В истории человечества Просто пушка Ну Полетели Сюда Как теперь найти экипаж? Я не знаю Миноискателем Начинает все отлично Он на нас сразу нападает Прекрасно И у них тоже золотанский щит И они сейчас к нам портанутся Я так думаю Да, у них телепорт есть Еж Я не знаю Как ты будешь, конечно Сейчас воевать Но как-то надо Окей Ну у них один щит Поэтому Если мы сколько-то продержимся Будет нормально Мы им сейчас сделаем пожар И два чувака к нам портанулись Ну ладно Окей Фаерстартер Подожги им оружку Давай Отлично Фаерстартер Поджог им Ф-еж Они будут ломать нам сиденье пилота Но еж воскрешается Еж жив И у них сгорела оружка Отлично Чуваки Идите обратно на корабль У вас там пожар Кыш отсюда Знаете что? Фаерстартер Как вам такая вечеринка? Фаерстартер Кыш С моего корабля Еж Прости Фаерстар Фаерстар Ааа Тут АСБ Опасность еще Блин Давай быстрее добивать их Не-не-не Не даем им стрелять Все Надо валить О нет Еж Чини Фу Окей Давайте Выполним задачу По спасению Магнитным манипулятором Что-то добудем У ежа Три хп Брат Справился Молодец еж Хорошая работа Починил? Молодец Извини чувак Ничего личного Там тебя нужно Полесить Этот еж Слобался Нужен новый еж Нам наверное Надо двери Проапгрейдить А? Если к нам будут Если мы будем играть Одним чуваком 40 апгрейд Дверей стоит Ээээ Ладно Погнали дальше Еще одни Чуваки С зеленым щитом Офигенно И у них тоже АСБ пушка Я счастлив Я очень рад Классный сектор Сектор Просто огонь Будем ли мы Играть Одним чуваком Не вижу проблем О дырочка Еж Как ты любишь Дыра в корпусе Твоя любимая Еж Большой фанат Дыр в корпусе Обожает их чинить Хлебом не корми Дай Дыры в корпусе Починить Яу Магнитным малипулятором Можно спасать Обломки Офигенно Бежим Магазин Окей Нам нужен магазин Нам нужно Нам нужно купить экипаж Еж Классный Но Нам нужен экипаж Так что Перед тем Как лететь в магазин Раз Ну Больше двух прыжков Мы не сделаем Раз Два Три Так Нужно накопить денег И отремонтироваться Нужно Да Так что Нужны деньги Снова Эти ребята Очень рад их видеть Еж Давай Чувак Держись Все будет хорошо О Господи У них пушки Что за жесть Флаг Чип Промахнулись Тяжелым лазером Ну Сейчас будет больно Еж Там у них телепорт Тоже Да ну Ё-моё Где они Они в движках Ладно Еж Короче Надо драться С ними Хотя Еж Иди В кабину Пилота А я Кислород Везде Выпущу Они могли попасть Куда угодно Но они попали В кислород Ладно И минус Считаю Надо кислород Чинить Там нет Кислорода Все равно Следующие 40 минут Мы проведем Ремонтируя Вот То что у нас Здесь Еж Чини кислород А мне кажется Он не может Физически Его починить Мне кажется Мы Проиграли По-моему Он не сможет Отремонтировать Кислород И у нас Нет кислорода На корабле Потому что Он сможет Нет Но когда Ты прекращаешь Ремонт Оно сбрасывается Каждый раз Потому что Ремонт Сбрасывается Только ремонт Дыры Сохраняется От ремонта Системы Не сохраняется Если улучшить Кислород Давайте попробуем Да Он Он может Ресами Починить Дыру Но Сам Сам Отсек Нет Я имею ввиду Он может И так Летать Надо в магазин Лететь Да Садись за руль Мы летим В магазин Торговать Сэнджи Орхидеями С золтанами Орхидеи Сейчас пригодятся На корабле Или Энджи А Но эти По-моему Не бойцы Это Они Что-то Предложат По-моему Это Оружка Будет Да Это Оружка Тяжелый Пирсинг Лазер Блин Нам Это Сейчас Ничего Не Интересно Оружие И у нас Есть Нормальная Так Фууууул Ганроботы Берут части корабля Выбитые Из судов Превращают В металл Для ремонта Корпуса Слепсканер Составление Карты Сектора Рэсайкл Модуль Хммм Окей Тяжелая ракета гермес наверное она нам не нужна хотя 15 ракет но нам надо продавать импоинт дрон по-моему мне надо просто чиниться дрон-контроль дает mp energy дрона и что мы в магазин то прилетели как мы починим корабль подождите сначала нужно починить кислород если я улучшу кислород он все равно сломан а ремонт починить системы если я нажму полный ремонт может если полный ремонт сделать нет система не чается по-моему это софт-лок полетели дальше полетим а что нам делать да мы не можем починить кислород надо найти бойца которому не нужен кислород и все проблема решена кислород очень переоценен ладно ёж давай за руль полетели бедствие имя идут тебе нужно будет как-то продержаться пристыковываемся пытаемся помочь капитан золтан срочно приветствует вас просто на мангаре корабля хорошо подкрепление прибыло мистер золтанцев отправил несколько небольших флотов в сектор сумеречных братьев чтобы убедиться что они находятся под контролем мы не осознавали несколько сильными они станет ли они уничтожили наш флот с пугающей эффективностью мы единственный оставшийся корабль и это не продлится долго если мы не сделаем ремонт чуваки как я вас понимаю наши медицины у меня есть отличный ремонтник для вас ешь он так хорош в ремонте он блин что хочешь может починить наши медицинские системы и жизнеобеспечения были сильно повреждены то не полностью разрушены все еще есть надежда исправить их но путь чтобы добраться до них полностью лишен кислорода и возможно вокруг все еще бродят враги у нас есть как раз то что вас вам нужно наш шикарный богомол он крупный специалист по ремонту без кислорода я должен это сделать он давай ешь ты сможешь вперед ваша команда возвращается счастливая сообщить что их миссия увенчалась успехом конечно конечно он же специалист по ремонту без кислорода красота молодец ешь хорошая работа ну и бойца нам еще одного не дали поэтому пошел я нафиг да ну пошли искали вылетаем ищем магазин нам нужен боец что делать сканирование показал наличие большого астероидного поля так используем магнитный манипулятор а ну пока мы тут всякой фигней занимаемся мне нужно наверное оружку проапгрейдить чтобы уничтожать эти золтанов или я не знаю двери все клонирование ты починим да мы ничего починить не можем ёж не может починить ничего без кислорода у него вместо рук ножницы чё вы к нему пристали чат я ставлю нам еще один лазер план будет убивать врагов до того как они убьют нас раз два три 4 5 друзья федерации не так уж распространены транспорт ополчение охраняемый эскортом проходит через них ребят спасите меня похоже транспорт получил некоторые повреждения и судя по характеру повреждения это были энергетичные пушки плат предложить немного лома чтобы помочь в ремонте но в ремонте мы всем промогаем юные механики бомба лончера бомба обычная бомба ну классно только сейчас еж воскреснет полетим дальше а смысл на них нападать я надеялся может они нам кто-то присоединиться полетели дальше я слышу бой это просто повстанцы здесь у меня наверное будет достаточно оружия чтобы быстро их убить до 2 хэни прогрет сицы приветствую нончи одновременно открыл и закрыл личный байкерский сезон перегоняя байк во время снегопада из своего гаража в отцовский впервые полноценно сел на него было весело но холодно какие дела рейнмар пассивьте большое пассивьте большое за донат 48 пассивьте большое за поддержку добро пожаловать поздравляю с открытием сезона мои поздравления очень круто ну хотя бы сколько-то проехался то блин дает жесть купил байк и блин даже не поездить это конечно вообще жесть так что да поздравляю с открытием ну и закрытием сезона но в любом случае хорошо добро пожаловать на стрим ты вовремя у нас как раз ёж пытается починить кресло пилот все руль сломан ёж не может его починить софт-лок ребят ёж он был таким хорошим солдатом и так он и остался на этом корабле вечно два ёж способность ему скорость движения увеличивает и урон скорость может быть она апнет скорость ремонта давайте попробуем последняя попытка я попробую включить его феромоны и может он под феромонами сможет починить не чуваки скорость ремонта у него нифига не растет навык ремонта сбрасывается каждый раз когда он восстанавливается клона текст сбрасывает опыт капец ну чтож ну чтож бедный ёж он так и будет вечно в космосе воскрешаться снова и снова и умирать снова и снова без кислорода бедняга я думаю надо отключать отсек репликации ребят ёж был хорошим солдатом но мы мы не можем его так оставить это было бы это как какая-то жесть отключаем отсек клонирования прощаешь ты был хорошим ремонтником и настоящим другом спи спокойно товарищ давайте еще раз ей давайте еще раз тот же корабль тут что это такое корабль был хороший нас кинули милка привет его время ты пропустила эпичную трагическую историю ежа про которую можно снимать голливудские фильмы еж так старался окей все мы летим в этот раз я не смисплею возьмут члена экипажа здесь лорен добро пожаловать лорен я уверен лорен что ты классная но ты конечно не заменишь нам ежа еж был так хорош прокачай клон отсек чтобы не попадать в такую ситуацию да надо поставить этот банк днк чтобы если его ломают экипаж не падал выполнить задачу спасение бум ну вот это уже лучше лорен так ну опять же я хотя пофиг моё камикадзе я со своим камикадзе не буду стоять или буду стоять в виде пилота ладно давай пофиг давайте так лорен мы вот этого золотона поставим сюда на оружку поставлю лорен а у меня теперь энергии не хватает ладно короче запутался я лорен пойдет встанет вот сюда все как-то все я вернулся полетели отправляемся окей дубль 2 у нас в этот раз очень близко торговец 5 прыжков раз два три 4 5 ну мы успеем 3 короче если реально мы здесь пролетаем 3 с снабжением поехали а зачем мне артемида нужно вначале оу шара но я ничего на кораблю на кораблю борта делать не надо в этот раз у меня нет лазера так что артемидой надо будет пользоваться все равно магазин федерации тоже вначале конечно нафиг не нужен ну ладно полетим туда посмотрим что тут есть эй чёрт возьми мы корабль федерации дайте нам что-нибудь владелец станции смотрит на вас не знаю заметили ли вы но мы в центре войны ничего не бывает бесплатно никто не получает особого отношения лучше что могу предложить скидку на топливо чета скидки умри сегодня ну немножко пиратство пиратство ничего никому не вредило а ну а чего нет скидки в ри сегодня полу логично окей давайте артемиду по щитам и теперь энергетическое оружие по оружке ничего личного это бизнес как как вы и сказали у нас тут война поэтому кстати наши энергетические пушки нифига не это наши энергетические пушки нифига не не ломают системы но они вырубают системы поэтому в принципе неплохо покажи на чертеже где у корабля борта вот это и вот это нет это вперед корабля это зад борта зад борта зад зад корабля палуба задняя как она называется 1 2 3 1 они здесь 2 они здесь 1 прыгаю они здесь 2 прыгаю они здесь успеваем мы успеваем к торговцу через магазин богомолов которые мы тоже будем грабить мы не будем с ними договариваться привет богомолы ничего личного опять же это бизнес мы сегодня грабим магазины месть за ежа ух чем-то они страшным стреляют но не важно сейчас я им вырублю сидение пилота и полный огонь по оружке доджа нет кинули бомбу но бомба промахнулась похоже я думаю надо ракетницу тоже по оружке стрелять чтоб им жизнь медом не казалось и энерго пушки вырубить щиты отлично хотя нет энерго оружием надо стрелять по движкам будет больше ион урона отлично спасибо богомолы так сюда и сюда еще повстанцы хорошо чем больше боев тем лучше у них двойной лазер маленький так что не страшно сразу выстрел по сидению пилота у пилота теперь горит сидение это отлично у меня полностью целый золотанский щит и просто можно авто стрельбу ставить вот это если они починят пилота можно еще пустить ракету можно не пускать у них два здоровья мы их сейчас добьем да все нормально не буду тратить ракету потому что я ракеты наверное у торговца надо будет все равно продавать понял промах перед тем как корабль повстанцев взорвется к нам присоединяется чувак и убивает нашего чувака но у меня клон отсек ха-ха хе-хе-хе-хе easy похоже ты снова нашел странствующего торговца который разговаривает гаечными ключами продам я боеприпасы в любом случае или дрон комплекты продать а нет я боеприпасов у нас больше всего я продам все ракеты или не буду продавать все ракеты некоторое оружие у них больше сотки стоит а вдруг у него не будет оружия я тогда без ракет останусь что я буду делать без ракет? страдать короче продаем ракеты абсолютная фигня просто самый трешовый магазин в истории человечества да? хотя нет emergency мануал хорошая штука но конечно не такая хорошая как ракеты ладно мы ее купим все остальное это это просто лютая лютый треш ну и попробуем бедствие так 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 до бедствия долетаем как ни странно но потом улететь оттуда сможем сейчас будет плохо без ракет пообещать помочь энергетическое оружие отлично ой у меня есть одна ракета прекрасно ровно столько сколько нужно для победы да завтра цел cuánt Какие-то чуваки Абсолютно не опасные Они нас пробить не могут Так что можно даже по оружию не стрелять У них одно лучевое оружие Которое наносит ноль урона Поэтому даже нет смысла его выцеливать Просто стреляем Ракету не тратим Но это займет некоторое время Как у вас дела, ребят? Что делать? Какие там игрушки сейчас новые интересные есть? Что-то играли такое прикольное Из свежих игр Все играют в шестой Far Cry Я что-то посмотрел Это разве не раскин очередной Того же самого Far Cry Который был последние 20 лет Начиная с третьего Far Cry По-моему По-моему он выглядит Абсолютно идентично Всем остальным Far Cry Третьему, четвертому и пятому Привет, Варлок Я только зашел на стрим Можешь Рассказать об особенностях Твоего текущего корабля Привет Привет Супра Могу Корабль Фигня Он стреляет энергетическим оружием Но у нас есть золотанский щит Золотанский щит Это кайф Он так хорош Строю бобровейник Кошек строит бобровейник Делись чертежами Нам тоже нужен бобровейник От склада стабжения Мало что осталось Атаковать корабль Мы нападаем на всех Опа Ошибки были сделаны А? Что за фигня Так, нам вынесут золотанские щиты Очень быстро И там бомба есть Я играл только в первый третий Far Cry Другие неохота играть Я, кстати, я тоже играл в первый третий Far Cry И первый Far Cry На самом деле На свое время Был очень классный Действительно классный Дрон, не стреляй Дрон стреляет Дрон не слушает меня Ладно, попробуем Тогда мы по нему ракету запустим Давайте по дрону ракету А по оружке будем Окей, они дают ракеты Енот Некромант Предводитель темных сил Еееее Уведомления работают Милка дарит подписку Чаю к печеньке Милка Спасибо тебе огромное Милка записывает Все, чай к печеньке Записан ты в армию тьмы Будешь служить нам Вечно Вечно Спасибо тебе огромное, Милка Енота починили Да Но опять же Я ничего не делал Как мы и думали Все-таки проблема была На стороне твича И оно само починилось Сегодня Так что да Енот отремонтирован Спасибо большое, Милка Спамьте ваших енотов Некромантов В чат Спамьте Больше енотов Богу енотов Спасибо большое 271 Боец был завербован Милкой Спасибо огромное Да Так я тоже играл В первой трети Фар Край Они прикольные Первый Фар Край Вообще был классный Там был вот такой Открытый мир В шутере Что было оригинально Для того времени Когда он вышел И там была Там в какой-то момент И начинал драться Против монстров И против людей Что тоже было классно О боже Это путешественник Из мультивселенной Федерации Если мы выдадим Их местоположение Повстанцам Мы будем богаты Окей Давайте попробуем С этими ребятами Договориться Философия Федерации Устарела Понятно Все ясно Бла-бла-бла Окей Они пытаются сбежать Ну Чуваки У них оружия нет У них есть Типа Ну они пытаются Сбежать И это вся их фишка В этом Ладно А если так Я не знаю Куда вы будете бежать Если в вас Постоянно стреляют Далеко вы не убежите Ребят Все ССД блокирован До свидания У вас 2 хп Загорелось Они загорелись А как я энергооружием Энергооружие Вызывает пожары А 30% Вероятность Поджога Окей Ну И квест Вот это Вся награда За квест Ради этого Я сюда Поперся И ради Этого Мне сейчас Придется Драться Противусиленных Врагов Очень хорошо А счастлив Квест дал 20 лома Ладно, этот бой мы сейчас закончим И нужно будет апгрейдиться Нужно будет апгрейдиться И Не умереть Нужно будет Потому что сейчас будет вот тот самый бой С крейсером Который в прошлый раз там всех сломал И остался один еж Наш корабль хорош, зеленый щит Что нам сейчас не хватает, это оружие Нам нужно любое оружие Потому что видите, как это долго И у торговца не попалось пушек вообще Торговец был ужасен Поэтому Вот чего Ну из плюсов мы поджигаем Враги горят Так что Окей, апгрейды Точно апгрейдим Твери Точно апгрейдим щиты На второй уровень И давайте мне еще один уровень уклонения Наверное Второй уровень щитов Уклонения Уклонения 20% Все Клоны отсек Слишком дорого Мы будем надеяться Что у них не будет бомбы У них нет бомбы Отлично Кстати У нас руководство По чрезвычайным Ситуациям Я могу Получить один Один скраб Ладно У нас есть ракетница И это главное А у них нет телепорта Обычно у них телепорты Сегодня телепорта в наличии нет Но я думаю Здесь мы Энергопушки ничего не пробьют Поэтому здесь мы Хотя пробьют Если я выстрелю по щитам Наша задача сейчас сбежать Мы не пытаемся Выиграть Мы пытаемся Сбежать Пока зеленый щит Действует Все хорошо Я очень надеюсь На поджог От энергопушек Как они быстро Ремонтируют Там наверное Энджи Сейчас нам будет больно Давай поджог Ооо Промах Отлично Не зря Абгрейдил Уклонения Ну давайте Заряжайте Быстрее Блин Окей Это был Не бомба Но это был Боевой дрон Ну ребят Давайте Все сейчас пойдем Умирать на нем И он ломает Клон отсек Потому что Жизнь боль Как у нас там С зарядкой Давайте еще одну ракету Им по оружке В этот раз Пофиг Лорен Держись Нам сломали пилота Мы проиграем Этот бой Ага Не нифига Мы сейчас их добьем Понимаю Чиньте пилота Пожалуйста А у меня А почему Клон отсек Отключен Какого фига Он отключился Почему он Отключился Золтаны Ходят И нажимают Выключатели О мой бог Как я ненавижу Эту механику Золтаны Прошлись по кораблю И нам Понажимали Выключатели И Отключили Отсек Богомолы Привет Давайте мы у вас Припасы Запросим Короче Что произошло Золтан Вот у меня Сейчас Золтан На оружке Стоит Энергии Хватает На оружку Видели Золтан Прошелся И отключил Отсек Репликации То есть Каждый раз Когда Золтан Из оружки Куда-то идет Он отключает Отсек Репликации Кайф У него нет Питания Есть питание Вот сейчас Есть питание А если я Золтана Провожу Он переводит Питание На оружие И в процессе Отключает Отсек Репликации Класс Молодец Золтан Просто гений Но это Решается Запасным Питанием Ну и что Ты наказан Иди Будешь Чинить Отсек Репликации Без кислорода За эту За это Стивен О нет Я Шо Фигово Да А вот Нече Тут Его специально По умолчанию Поставили На этот корабль Ну видимо Да Чтобы Золтаны Нажимали Кнопочки И у тебя Дохли Бойцы Короче Золтанов Нельзя двигать Вообще Золтаны Двигаются Они все Ломают Аванпост Так Ну нам Нужно Оружие Но еще Деньги Нужны Вот магазин Есть У нас Есть время Мы можем Полететь Сюда 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 И потом Пойти В магазин Чем Золтаны Особенные Золтан Дает Энергию В тот Отсек В котором Он Есть И если Он Между Отсеками Ходит Он Начинает Этим Отсекам Давать Энергию Но Когда Он Из Отсеков Выходит Эта Энергия С них Снимается И Отсеки Отключаются Как Вот Только Что Случилось Вроде Все Логично Да Но Отсек Был Включен До Того Как Золтан В него Зашел Ничего Логичного Отсек Включен Золтан Через Него Проходит Отсек Отключается Это Нелогично Это Фигня О Нам Сломали Оружку Класс Два Раза Сломали Оружку Вообще Класс Да Дыра В корпусе Я вижу Окей У нас есть Ракетница Все нормально Нужно Вырубить Этого Дрона Дрон Достал Все Все По местам Быстрей Вторую Энергопушку Включить Пожалуйста Много Лазеров Много Лазеров Отлично Выстрел По оружию Хорошо Давайте Ребята Чинимся Держимся Верните Оружие В смысле Энергию Много Выстрелов Я знаю Да Три Ракеты Осталось Так что Я тоже Сильно Ракетами Раскидываться Не могу Надеюсь Что там Корабль Весь Горит Сейчас Капец Этот корабль Фиговый Золтанский У них есть Хороший Золтанский Щит Но все Остальное Дрон Ремонтный Дрон Я не могу Лететь В магазин Я могу Но у нас Нет денег Хотя Я могу Полететь Посмотреть Что есть В магазине Выбраться Добровольцем Чтобы поставить На страже Заплату Блин Но если мы Постоим На страже Заплату У нас Будет Бой И по моему В магазин Мы не попадем Но я проверю А нет В магазин Мы попадаем Отлично Так 66 денег Этого дрона Можно смело Продавать Он нам Нафиг Не нужен И Оружие 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 Есть Оружие Есть Бойцы Есть Бомба Есть Дроны Есть Дрон Контроль С Консервативным Лазерным Дроном Пейсти Лэнд Дрон Дрон Переключающийся Дрон Не дает Покоя Вражеским Кораблям Между Режимом Оглушения Экипажа И пробития Корпуса Что за Фигня Хороший корабль Что ты жалуешься В оригинале Это был бы Топ 2 Корабль Плохой Корабль Мне на нем Не везет Фиговый Корабль Худший Корабль Энерджи Чарджер Энергетическое оружие Может заряжаться Несколько Раз Так Заряжается Три Раза Делает Три Выстрела За Три Энергии Ну Блин Типа Круто Телепорты Отправляем Камикадзе Ребят Наши Чуваки С телепортом Наши Камикадзе Наносят 15 Урона Пегас Ракетница Пегас Разрывные Ракеты Несколько Боеголовок С низким Уроном Два Выстрела Делает Но это Лучше Нашей Ракетницы По всем Параметрам Если я Буду Использовать Ракетницу Два Выстрела За Один Нормально На Одну Секунду Дольше Заряжается Ну Пофиг А нет Тот же Урон Одинаковый Здесь Урон Два Здесь В итоге Урон Два Та же Фигня Я вот Думаю Насчет Энерджи Чарджера За 15 16 Половина Секунд Мы делаем Три Выстрела Здесь Мы за 9 Секунд Делаем Два Выстрела Это Не то Оружие Которое Нам Нужно Наверное То Оружие Которого Мы Заслуживаем Как-то Так Эти Энергетические Пушки Можно Продать Вообще Можно Все Оружие Продать Урон Системам Больше Шанс Промаха Меньше Защитный Дрон Не Собьет Две Ракеты Я Понимаю Смысл Меньше Меньше чаджи он что должно быть лучше все полетели дальше страдать так между даван поста долететь поэтому я полетел сюда у нас мало времени на подготовку причем свободный десант корабля богомолов доставит на борт экипаж требует чтобы вы выяснили почему находитесь на их территории объяснить свою миссию отлично они дали нам денег капитан у нас дырка посреди корабля это вентиляция так задачу по спасению мы не делали три горючего нормально магазин богомолов о так раз два три успеваем раз-два-три раз-два-три отлично снова богомолы добро пожаловать бекон я хочу показать вам самый удивительный мой приз но вы должны его заслужить богомол одеты в рубашку украшенную двумя тропическими цветами класс согласиться прекрасно приготовиться к бою активирует оружие это была лотерея мы выиграли выиграли бой против богомолов я так понимаю ладно ну я потрачу на вас ребят одну ракету и зажгу вам немного вечеринку перми отчат же он сейчас зарядиться и три выстрела и у каждого выстрела 20 процентов шанс поджога так нам пришли чуваки в это богомолы тут не поспоришь ладно открываем кислород и они ломают кислорода классика просто классика кстати моя артемида наносит удвоенный урон в пустые до 4 урона у артемиды надо в пустые отсеки стрелять весь урон тебя снова откликает свободный богомол очень хорошо первый человек который победил меня хорошо пощадим его понижать голос до шепота этот камень очень-очень особенный светится может самовоспроизводиться он даже взорвется доверяю это тебе благородный боец дает расайклер бомбу дал так что такое расайклер бомба самолет импортирующая бомба превращая еще и бесполезные материалы во взрывчатку имеет длительное перезарядки временно не требует боеприпасов отлично то что нужно бомба урон системам 2 урон экипаж 30 заряжается долго но на нее не нужны ракеты прекрасно у меня как раз кончаются нафиг ракеты так что прекрасно просто супер хорош богомол красивая светится и может взорваться то что нам нужно сканеры показывают наличие разумных форм жизни на соседней планете базе данных не найдено ни одного совпадения да наверное чужие вы посадили маленький шаттл на огромном поле единственным обитателями которые являются маленькие ярко окрашенные шестиногие похожие на лошадей это event из оригинала давайте попробуем с ними поговорить я там пришел том бэнкс бэнкси чувак иди чини дырку вот отверстие технологическое а у нас есть собственный энджи какая красота так он идет на двери знаете что нифига он не идет на двери он идет на рушку а себя экмана вот этого ну не не себя экмана я засуну на двери чтобы он перестал ходить по кораблю и ломать все все на дверях пускай стоит и никуда не ходит больше а на рушке будет стоять энджи ву и мы успеваем до магазина далеку торговец свободных богомолов мы делаем ремонт приходите скидки чиним корпуса чиним мебель чиним брак чиним все что угодно покупайте приходите мне нравится и можно 7 корпуса за 17 лома это выгодно это очень выгодно молодцы бог молы так артемиду я свою наверно продаю теперь она нам не нужна больше и пустая фигня звездной карте появляется информация ближайших маяках это на самом деле очень хорошая пустая фигня это просто ошибка перевода это это на самом деле разведка ну и телепорт продается но денег нет но мы держимся денег нет тут но вы держите и теперь видно что где находится так раз два три четыре по моему как раз успеваем дверной комнате золото не сдаст энергии нет но к черту энергии от золтанов честно от них больше вреда чем пользы так что нет нет я лучше заст запру его в комнате чтобы он никуда не ходил при этом он пост так давайте запросим у них топлива боеприпасы дрон комплекты ну ремонт нам не нужен богомолы нам уже все починили рафшан сам шута молодцы топлива меня 16 боеприпасы наверное на всякий случай дрон комплекты тоже не нужны вдруг сейчас какую-то пушку найдем хорошую ракетную кроме этой бомбы ну и немые офицеры повстанцы неуклюже выполняют ленивый язык жестов который ваш переводчик медленно преобразует вербальное общение свободный богомол вырвал мне язык я виню тебя теперь я убью тебя что за жесть какой ужас игра внезапно стала очень очень темной страшной так но я ого у них фигня какая ладно я предлагаю взрывать кабину пилота и он нам все еще с парушки стрелять я дождусь пока бомба полетит попадет все и теперь полный залп по кабине пилота и у энерго оружия шанс поджога так что мы ради этого это все делаем я думаю можно прямо бомбу на кулдаун ставить пилоту очень хорошо на его будет выносить кстати он на урон отлично на щитах держится прямо щит а бомба сейчас убьет им пилота следующее попадание бомбы минус пилот бомба делает боньк пожар будет сегодня шанс поджога 20 процентов но мы ни разу не подожгли ну я не вижу чтоб там угорело работает ли шанс поджога вообще нет бесконечная бомба это конечно кайф тушат быстро надо камеры сделать надо посмотреть и к нам опять хочет чувак на корабль попасть гектор 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 так и я убираю хотя ладно на движках пускай богомол стоит и пилот бог ой богомол этот а ты нас стрелок там бывший ориган человек у нас появился у человека тогда на сенсоры можем поставить да ты нет знаете что человека на рушку а на сенсоры энджи потому что энджи если что будет ходить и чинить но лучше чтоб энджи на камерах стоял щиты есть вы правы читы есть тогда пока на щиты чат шарит спасибо чат чат так нам нужно исследование ну и ладно попробуем этого чувака завалить и даже не стал драться отлично так орхидеи и что сектор монахов с восклицательным знаком но это какая-то интересная штука я знаю что мы пытаемся типа истинную концовку найти вряд ли монахи к ней имеют отношение но мы в сектор монахов ни разу не летали пошли смотреть на монахов убежище монахов этот сектор является убежищем для связь самых преданных монахов золтанов чья религия запрещает им участвовать в вахтах насилия вау новый корабль я таких не видел еще вы прибыли в убежище для монахов золтанцев священное место которое часто посещают преданные последовательность ли во время своего ежегодного паломничества монахи золтаны полностью посвятили себя ненасилию атаковать дрон да давайте всех убьем нет я буду хороший я уважаю я уважаю ненасилие мы не будем убивать монахов пока что почему ты не используешь золтанов для сбитывания систем потому что они меня бесят они ходят и щелкают выключателями и включают выключают системы постоянно и получается фигня я не люблю золтанов монахов может быть посмотрим давайте будем его игнорировать и выполним задачу спасение бум отлично так великий глаз местонахождение великого ока гигантского монолита которому поклоняются золтаны вау в чем прикол не двигать золтанов с щитов например потому что иногда нужно двигать можно конечно не двигать но если 4 мантисы на корабль прилетают тебе придется двигать бойцов конечно в идеале ты хочешь всех поставить чтобы тебя никто не трогал никуда не надо было ходить в идеальном мире золтаны отличные они энергию дают просто шикарно пошли полетим к великому глазу я думаю что если мы ни разу не нападем на этих монахов то все будет классно летим к великому глазу опасность корабль золтан пьяно горохоча выходит из туманности он царапает ваш корабль хотя к счастью наносит лишь поверхностные повреждения тем не менее в своем странном оцепенении золтаны обвиняют вас в столкновении активирует оружие какие то монахи у них пухи по моему взорвать боеприпасы чтобы повредить оружие противника вот это классная штука была бы так ну какие то пьяные монахи попались я не знаю я еще попробую может быть это типа тест и в этом секторе нужно не ломать не уничтожать корабли то есть если корабли предлагают задаваться может быть нужно принимать задачу я не знаю так ну следующим выстрелом мы им оружие пробьем они нам тот же зеленый щит быстро сбили я наверное кину бомбу им сначала на оружие щиты быстрее молодец молодец том бэнкси красавец да взорвать им оружку для профилактики и попробовать поджечь следующая бомба пойдет на щиты не мне нет смысла взорвать щиты потому что я их вырубаю ионом мне нужно именно пилота взорвать сиденьку пилота взорвать и энерго оружие отлично вырубает им все ну правда это так медленно просто жесть один щит восстановился нифига не успевают раньше восстановить щиты тогда бомба промахнулась хорошо так бомба будь добра не промахивайся пожалуйста спасибо бомба как же это долго долго пристегнитесь мы здесь додолго милка дарит 10 подписок записывает 10 бойцов в армию тьмы спасибо тебе большое милка а если я на автострельбу поставлю мы не будем пробивать спасибо тебе огромное милка за твою поддержку спасибо тебе огромное за и еще одну отдельно 11 подписок спасибо тебе огромное милка большое большое спасибо ребят кому подарили подписки обязательно напишите спасибо милке спамьте ваших енотов некромантов будьте добры хайп 282 красивая да 282 цифра у милки на подписках 282 подписки ну красивая спасибо огромное ребят и мы принимаем все капитуляции я думаю это тест я думаю это тест милка это победа для тебя если мы выиграем окей в смысле я постараюсь принимаем все капитуляции и никого не убиваем магазин богомолов я бы не отказался оружие нам нужно я попробую с этими богомолами договориться я не буду с ними драться мы здесь хотим делать покупки ложь я знаю понял богомолы не хотят покупки но у них нет счетов пайрет страйк файтер ребят обязательно напишите спасибо кому подписки подарили обязательно напишите будьте добры так ну оружие у них хорошее хотя ну надо им взрывать этот пилота и сразу ион по оружки они на 4 иона фиганули но мы им оружие надолго отключили невидимость опасно следующая бомба наверное в невидимость да следующая бомба в невидимость и ион о пожар только что сработал огонь у них рушка сейчас загорелась вот и теперь работает а раньше почему интересно не работало странно давайте телепорт им тоже подожжем о начал работать огонь на чарджионе а раньше не пахал может быть он глючит может быть чарджион забагован чардж энерджи забагован и если попадает в щиты не триггерит огонь ну кстати мы убили в итоге этих богомолов может быть не надо убивать золтанов я не знаю вы получаете странный оклик с корабля здесь как однажды сказал мудрый совай в алтар тот кто лежит с прожорливыми летучими собаками просыпается с космическими блохами гамма сабе вот а чат слышали какая мудрость кто лежит с собаками тот просыпается с блохами чё монах вздыхает это пословица это означает что тот кто связывает себя с теми кто лишён морали окажется в аналогичном затруднительном положении предупреждение так я бы сказал для собственной ситуации когда живёшь в федерации понял да я не буду с тобой драться странный чувак и спасение мы уже делали внутреннее улучшение на клонирование нужно банки днк резервные но я пока не буду ставить я хочу поставить бортовую технологию манипулятора магнитный манипулятор я снова поставлю все таки на него бывают интересные ивенты ну и посмотрим что там за великий глаз мы уже приближаемся так так и так ну скоро до великого глаза доберёмся что ты такое пираты наёмники вы пришли сюда чтобы причинить вред монахам не так ли приготовься встретить свой конец блин мне обещали что в этом секторе все будут мирные что музыка прикольная я тоже умею ломать золотанские щиты а да я же хотел проверить если на автострельбу энерго пушку поставить будет ли она пробивать щиты или нет ээээээх не пробивает ладно надо все-таки заряжать нам взорвали оружие очень хорошо хорошо что у нас есть энджи которые все отремонтируют сейчас давайте взорвем им тоже оружку Бум Молодцы Хорошая работа, ребят Значит, что еще раз взорвем им оружку бомбой? Пофигу Взрываем всех И так Теперь бомбу на щиты Промах Окей, понимаю Знаешь что? Энджи, ну столько встань на камеры Я хочу проверить, работает ли пожар огонь А тут камеры не работают Это же туманность Короче, что я думаю Думаю, что Поджог на этом оружии забагован И он не работает Если один из твоих выстрелов идет в щиты Потому что единственный раз, когда у нас срабатывал поджог Это когда Мы Это когда мы дрались с кораблем без щитов Так что пока такая теория Уж верна она или нет Фиг его знает Но мы Мы взрываем им экипаж успешно У них там уже монахов-то скоро не останется Ребят Где это же? Монахов? Монахи сейчас кончатся Хватит Жрать медитативную траву Давайте Сдавайтесь Что вы делаете-то? О, нет Огонь сработал Короче, я не прав Я не знаю, о чем я говорю Там, по-моему, один монах на борту Поэтому я перестану бомбы кидать Логично, если выстрел попал в щит Поджога не будет от этого выстрела От выстрелов последующих После пробития щита Я... Есть ли поджог? Принимаем капитуляцию Все Придерживаемся плана Не драться с ними 20% шанс огня Это очень много Это, ребят, дофига 20% Ну и пошли Великий Глаз смотреть Ты открыл Великий Глаз Хотя это место было названо в честь гигантской туманности В форме глаза Вдалеке Настоящая достопримечательность Массивный кубовидный монолит С зелеными огнями Покоящимися на соседней планете Этот маяк хорошо посещается Как туристами, так и золтаном Которые ежегодно совершают паломничество В это место Говорят, что монолит обладает Странной и непредсказуемой силой Те, кто может заставить его Говорить с ними Могут обнаружить много чудес Или ужасов, которые ждут их Отлично Чат, к чему отсылка, знаете, я не знаю Космическая Одиссея Что с ним надо делать? Давайте попробуем поговорить с ним По вашему кораблю Эхом разносится смешок И за ним следует голос Бестелесного существа Друг и враг Око за око Должно быть, враг применил Дисперсант Щита на борту Незваные гости Маркл Враг на борту Что? А, к нам присоединился чувак Один хороший Один плохой Ну, видимо, посчиталось, что Видимо Потом Видимо, посчиталось, что Во-первых Давайте его просто Выкурим кислородом Посчиталось, что мы Типа и хорошее делали И плохое Потому что мы Несколько кораблей Не стали добивать Но Корабль Богомолов Не сдавался Поэтому их пришлось убить Я думаю Это и есть тест На Тест на пацифиста Я уверен Что если в этом секторе Никого не убивать То он, наверное, даст Хорошую награду А так Такое, что Типа Ну, дали бойца Тоже прикольно Предыдущей системы Не посчитали Но мы в этом секторе Убили одного Богомола Который Не хотел сдаваться Но они не сдавались Ну, я мог улететь Я мог сбежать Из боя Но я что-то не подумал Об этом Ну Ладно У нас новый боец Еще один Золтан Золтан Мастер боя Так Мастер боя Иди Куда б тебя Иди вот на сенсоры Будешь Смотреть Ну и Типа В сторону выхода Полетели Или это чисто казино Да Невооруженное судно Золтанов Медленно движется К здешнему маяку Он приветствует Я не ношу оружие Или защиты И полагаюсь на милость Других Чтобы Передать наше послание Давайте Выслушаем его Я принимаю Ваше молчание За заинтересованное Созерцание Салей много Говорит о мире Гармонии Но либо это Выходит за рамки Вашего простого ума Либо все это чепуха Он заканчивает Пожалуйста Распространите Слово просветления Среди тех Кто не слышал Как только Вы это сделаете Свяжитесь С нашими братьями Они передают Координаты Так называемых Паемых собратьев Окей Ладно Будем распространять Слово Здравствуйте Слышали ли вы О нашем Боге И создателе Баналития Позвольте Поговорить Вы потрясены Увидев корабль Федерации Застрявши на этом Маяке С неисправленным Двигателем Ооо Вы заставили нас Неподходящее время Нас Удачное время Для вас Нам нужен металлолом Чтобы починить Наши двигатели И здешние монахи Бесполезны Помогая нам Мы были бы готовы Продать вам Припасы За металлолом Ну давайте Им подарим 25 лома Бесплатно Что они нам Дадут А они Карту сектора Нам просто дали Ну Не выгодно Ну Доброе дело Мы же теперь Монахи Окей Ну Вот это Не монахи И это Не монахи С Очень большими Пушками Ээээ Да Это проблема Окей Ну И у них Майн контроль Есть А у нас Нет Офигенно И поджигающий дрон, наверное Там огромная ракетность Да, вот пошел мейн-контроль Так что Будем выкуривать кислородом Все, минус оружие сразу первым выстрелом Ладно, все на ремонт Пожалуйста, не отключайте мне Репликатор Окей, бомба нужна на оружие А, ну да, мейн-контрольный чувак Просто теперь умеет жить сквозь двери проходить Я забыл Это раньше можно было Раньше можно было Мейн-контрольных чуваков закрывать там Где-нибудь Ну, можно было кислородом выкуривать О, двери закрыть Сейчас Чуваки, которые в мейн-контроле Они умеют сквозь твои двери проходить Поэтому все фигня Фу Ну, хотя бы бомбы попали Это уже хорошо Еще один мейн-контроль Прекрасно Мы отправим с ним драться Бэнкси Вперед Контроль Контроль тоже надо сломать, да Но до него надо добраться У нас вооружение, конечно Этот Заряжаемый И он Мягко говоря Меня не впечатляет, ребят Мягко говоря Фигня полная Бомба классная Бомба классная Но второе оружие у нас просто Ну, все Мы каждый бой Вот так вот делаем Бомбой Можно убивать Экипаж На кораблях Что-то в этом есть Вот если бы только не этот мейн-контроль Блин, ломайте его Как он мне надоел Все, мы его отключили Хорошо Если я буду бесконечно кидать бомбу И им нечем лечиться Будет минус экипаж Так долго Просто жесть Как долго Ну да, вот Особенно если они золотаны Что опять мейн-контроль Да ну блин Заряжаем Чарджи он Успеем? Не успеем Надо полностью заряжать Неломаемое оружие Блин О нет Останови его Бомбу сюда Бомба промахнулась Ломаем контроль Бомбу сюда Попало Ай-яй-яй-яй-яй Окей, бомбу по кулдауну сюда Ну мы за залп По один урона Наносим Фиг знает Отвлеки его О боже Он сломал пилотку Все, экипаж кончился Там еще кто-то есть О, мой бог Спасите Там еще один чувак На борту Принять их капитуляцию Нет Туш Капитуляцию Сейчас я вам дам Капитуляцию Никакой капитуляции Блин За такие мучения Уничтожить их Все О, хо-хо-хо-хо И дрона дали Жесть Дроны выгодны в затяжных боях Но мы ни одного магазина Единственный магазин, который мы встретили Там я вот эту пушку купил Все Вас приветствует корабль банахов Как вы, возможно, знаете Наша религия запрещает нам участвовать в актах насилия Однако нам ужасно повезло с пиратами На этом секторе Не могли бы вы помочь доставить нас к месту назначения Полетели Погнали, все набор Мы летим Садись, собираем паровозик, летим все Вы замечаете корабль Давайте последуем за ним Это были сумеречные братья Очень хорошо Тоже майнд контроль Куча пушек Два щита, офигенно Просто пушка Да, мы получили ремонтного дрона Но Я не знаю Нафига он нам нужен Я знаю Майнд контроль, да Мы его будем Мы взрывать, наверное, будем вот это Контроль будем Как-то Контролить контроль будем Взрывать нужно оружие По-любому Бомбой И, кстати, за весь прошлый бой Не было ни одного пожара О, вынесли оружие Отлично За весь прошлый бой Ни одного пожара На вражеском корабле Не было Поэтому я уверен Что эта пушка Забагована Она действительно Не накладывает Она реально Не накладывает Огонь Если Хотя бы Один выстрел Попадает в щиты То есть Чтобы огонь был Нужно Чтобы у противника Вообще не было щитов Мы улетаем Из этого боя Он непроходимый О, какая жесть Я даже не знаю Что мне Использовать оружие Демонтируйте оружие Чтобы получить технологию Нет Спасение Магнитный манипулятор Следующий секунд Там огонь Горим Я должен все деньги оставлять Я хочу обгородить корабль Но это бесполезно У нас сейчас проблема В том что мы не пробиваем врагов Сектор Энджи Отлично Сектор Энджи Это С тем как ты стреляешь Пожар с каждого пятого выстрела При условии Что все три попали Можно считать Что нет никаких пожаров Да я в прошлом бою Раз двадцать попал Не было пожара Ни одного Как можно считать Двадцать процентов Должен иногда Срабатывать Чуваки Чего Чего-то с математикой Не то Лукс В смысле Можно считать Что нет пожаров Что значит С тем как ты стреляешь Я что неправильно Стреляю что ли Я нажимаю кнопку Лазер стреляет Как я не так Стреляю то Лазер попадает Должен быть пожар Пожаров Никогда нет Что я делаю Что я делаю не так Как мне надо стрелять Чтоб пожары были Что-то фигня какая-то Чего Вы откуда знаете Забагован он или нет Сейчас Я уверен Что забагован Сейчас будем проверять Как мне Как мне стрелять По-другому Гайд по стрельбе Из лазера Чтобы пожары Прокали Так все Это Энджи Драться я с ними не буду Я запрошу помощь И нам нужен магазин Окей У нас есть магазин Сразу туда Сразу туда И молиться всем богам Чтоб нам дали оружие Давайте Пожалуйста Из залпа Одно попадание в корпус 20% пожара 20% Это мало Очень мало 20% Это не 2% 20% Должно иногда Прокаться Мы раз 50 Уже выстрелили Из этого оружия Ладно Все Нам нужно оружие Экипаж Золтан Получить доступ К дополнительному Предложению По лучевому оружию Сайт Бим Коса Сайт Это коса Уникальный луч С очень скорой Скоростью передвижения Полезен для быстрого Преодоления счетов Мощность 2 Урон 1 Что? Высокая скорость Луча А если? Ну Я не знаю Давайте попробуем Нам нужно любое оружие Что угодно Ну и хорошо Что мы взяли Потому что здесь Нет ничего Есть третий Защитный дрон Ого Вот этот Третий защитный Дрон Это конечно Жесть 150 стоит Но он будет Так хорош Хенрик Астрид Вампвид У них картинок нет Да Этот дрон Так хорош Но мы его не купим Я защитного Ремонт дрона Продам И все равно На него не хватит И у нас нет Дрон отсека Вот есть Дрон отсек С обычным Защитным дроном У нас 21 дрон А? Как бы Нет Мне сейчас нужно оружие поставить Потом Дрон контроль Потом Сейчас Нужно оружие Мне нужно Эту Фигню Сделать Так Ремонт не нужен Горючка нужна Все И Пробуем Мир Мы нашли мир Местонахождение Монашеской Братья Ага И Пробуем Поставить Оружку Ну Даже Приблизительно У меня Не хватает Чтобы ее Поставить Вместе С Чарджионом А без Чарджиона Смысла Не имеет Но если Я добавлю Один Мощность Я могу Убрать Бомбу Четыре Я могу Убрать Бомбу И поставить Косу Вот так Пока что Без Бомбы Ну я думаю Это лучше Коса Должна Быть Лучше Мы Чарджи Он Хорошо Будет Чарджи Энерджи Будет Хорошо Пробивать Щиты Ну и Косой Будем Косить Я не знаю Полетели Посмотрим Что это За мир Сообщение От корабля Ищут Военные Припасы Предлагают Улучшить Реактор Да Изи Изи Реактор И это Очень Хорошо Так Дальше Ну пошли Смотреть Что за Мир Надеюсь Награда Будет Хорошей Вы Прибывайте В указанное Место Миролюбимым Монахам Но единственное Что находится Поблизости Это элитный Корабль Повстанцев Быстро Приближающийся Мы нашли Тебя На этот раз Тебе не уйти Давайте Попробуем Поговорить Мы же Мирные Они Открывают Сообщение Я не могу Представить Что вы Можете Сказать Что то Что спасет Вас Воссоединение Должно Уничтожить Тех Кто все еще Верен Федерации Так Может быть Примирение Наших идеалов Возможно Без войны Либо Сдавайся Ваше уничтожение Неизбежно Либо Ваше Восстание Вызывает Миллионы Смертей Убеждения Разделяют Галактику Единство Это наш вариант Давайте Скажем Про то Что Единство Это Единственный Вариант Слабой Федерации К людям Относится Как к равным Инопланетянам Жертвоприношение Миллиардов Инопланетных Или человеческих Жизней Оправдано Если это Значает Что мы Полностью Реализуем Свой потенциал Да Обычный Нормальный Чувак Хорошая Человеческая Логика И это Элитный Корабль Который Может быть Нас Убьет Там Флаг Пушка Но Самое Плохое Это Телепорты Телепорты Надо Вырубать И у них Три Щита Мы можем Вообще Три Щита Пробить Хороший Вопрос Может быть Надо будет Бомбу Включить Сейчас Узнаем Окей Пошли Три Выстрела Пробиваем Окей Коса Большая коса Большая коса И косой Мы хотим Пройтись Через Оружку Ну вот Вот так Оружка Клон Отсек Кислород Пилот И Телепорт Ох Как она Быстра Вы видели Слушайте А коса Прикольная Она делает Вжух Правда Они все равно Портанулись К нам Но хотя бы Это двое Всего лишь Давайте Их без кислорода Оставим Сразу Они ломают Кислород Ладно Ломайте Пофиг Будем терпеть Надо терпеть Надо не бегать Сейчас Своими чуваками По кораблю В тупую Чтобы Не было мисплеев Знаешь что Ты чувак На двери Иди Да Так Коса Почти Заряжена Могу Сделать Три Выстрела Давайте Вот сюда В оружие Заодно И Коса Коса Так Хороша Коса Делает Бонь Они все Таки Ворвались В комнату Кэнджи Энджи Беги Алло Кислород Ты будешь Убираться Отсюда О Они пошли Домой А ты Какие Молодцы Но Коса Делает Не такой Большой Бонь Как Хотелось Честно Говоря Но Она Быстрая То есть Успевает Пробить Их Ты поставил нас на грань гибели Мы приносим извинения Возможно мы все таки ошиблись Ты пощадишь нас Я думаю их нужно пощадить Потому что Нас сюда послали монахи Возможно это типа ловушка монахов Тест Пощадим их Внезапно все признаки корабля повстанцев исчезают Вокруг вашего корабля Появляется флот золтанцев Корабль был иллюзией Нам дали Нам дали Это был тест Капитан корабля С которым вы встречались ранее Материализуется на вашем мостике О Мы открыли корабль монахов О мой бог Это что будет Это будет корабль монахов В смысле Это будет корабль На котором нельзя будет стрелять Монахи же не стреляют Надеюсь он адекватный Хотя ваши методы грубые Безусловно неэффективны Ясно что вы приняли нашу предыдущую встречу Близко к сердцу Если ваш корабль представляет Готовность федерации адаптироваться Мы сделаем все возможное Чтобы помочь им в борьбе Вам нужен образец нашей техники Или я бы послал миротворца Ну мы можем взять золотанский щит Но золотанский щит у нас уже есть Поэтому берем Пискипера золотанского И что этот чувак у нас умеет Так Золотанский пискипер Элитный экипаж золотана Бронированный обученный солдат золотана Который с радостью даст вам по зубам Если вы приступите к черту О, хороший монах Обеспечивает 2 питания 100 максимального здоровья 125 урона При смерти ионизирует систему И наносит 30 повреждений экипажу Вот это чувак Смотрите какой он прокачанный Фулл прокачанный Окей, это чат Все знает Чат с радостью даст вам по зубам Если вы смисплеите Ну что чат Будете у нас Стоять в клон отсеке Сторожите с клон отсек Нифига Вы с него потом уйдете И без энергии помрет Помрут все Ладно чат Короче охраняйте Клон отсек Самое важное Его статы не исчезают после клонирования? Где? Ну не написано такого Что не исчезают после клонирования? Это было у кого-то другого? Это не у этого золтана А у другого было Уникального На щиты он две энергии дает Это логично Ладно чат Идите на щиты Но чат же лучший боец Ладно Давайте на щитах будете стоять Я думаю это хорошая идея И две энергии И скорость перезарядки Будете хранить щиты чат Молодцы Так ну и надо Следующим еще раз Апгрейдить оружие Связь Находится в гармонии А связь это не главный или квест? Похоже вы обнаружили связь в гармонии Запросить припасы Нас починили Не это просто ивент А блин задание так далеко Черт я туплю Задание вверху да Мисплей Так ну на нас напали Энжи Но у нас есть коса И коса мы уже потестили Коса хороша Так у них ионный дрон И вообще у них ионное оружие Что ломает наш золотанский щит Очень быстро Так что Нужно будет как-то Что-то уклоняться Кто у нас на движках-то За рулем Шон Барашек Шон блин Ладно давайте Три выстрела И один из них только попал Отлично Коса бесполезна Она урона один наносит Соответственно она Щиты вообще не пробивает Сейчас будет больно Сюда пайк бим Нам устроит Жесть А он попал Щиты Хорошо Опа Коса пошла Нашла коса На Энжи Так мы хотим Сто процентов Попасть Оружку Пилота Лечилку И движки Ну хорошее попадание Бом Коса делает Бонг Энжи Все быстро починят Но коса наносит урон Так что все норм Коса делает Бонг Серия 2 И как только Мы в этот цикл Входим Что начинает Коса Выбивать врагам Все То нормально Уже очень сложно Им вылезти Из этой жести Коса так быстро Прям Мяу Молодцы Чат Выдержали щит Защитного дрона Дали Норм 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 Может пригодиться Так Нужно очень быстро Лететь наверх На всех Скоростях Сверхсветовых Так Нападаем На корабль У них нет щитов Так что Кайф Ну опасный корабль Очень большое вооружение Но нет щитов Равно Чарджион На автоатаку По По Дронам Или по оружке Давайте По оружке От дрона Лучше я выстрелю Косой Вот так А Во Смотрите Пожары Сразу Прокают 20% Пожалуйста Наблюдайте Просто Офигенно Прокают Пожары Вообще Топливо Перед боем Крафтить Нормально Еще 5 В запасе Оп 20% Ну и на станции Ничего не было Так 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 Или так 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 Ну без разницы Раз Два Три Раз Два Три Так что Летим Этим путем Пират Привет Пират Чат Говорит мне Топливо Скрафтить Топливо За 4 Это Недорого Ладно Скрафтим Чуть Чуть Топливо И что У них Ракетница Телепорт Ну Телепорт Не страшно У них Там Только Золото Маленький Флаг Он Будет Наверное Очень Часто Стрелять Но Коса На этом Корабле Сейчас Будет Так Хороша Окей Стреляем Готовим Косу И Коса Да Буквально По всем Системам Сейчас Пройдется Боньк Какая Она Классная Что-то В этом Есть Коса Это Не Имбище Это Не Какая Талибарда Которая Просто Жесть Творит Это Хорошее Оружие Но Ничего Особенного Но Тем Неменее Что-то Вот В быстроте Ее Есть Когда Она Так Супер Быстро Фигачит Два Топлива Они Мне Предлагают Я Не Соглашусь Мало Два Топлива Это Не То Что Мне Нужно Бедствия Задания Отлично Так Оружие Апгрейд Бомба А теперь У нас Есть Бомба И Еще Лучше То есть Теперь Еще и Бомбу Можно кинуть Вместе С косой Ну точнее Бомбу Вообще По кулдауну Можно кидать Она Ракеты Не тратит Как лазер Только Бомба Вы Прибыли На Одинокую Планету Вращающуюся Вокруг Умирающей Звезды На Дальней Стороне Планеты Потерпел Крушение Корабль Ага Это Сабнофтика И Я Не Уверен Что Сабнотику Можно Пройти Вообще Без Урона Тут Всегда Дамаг Проходит Сабнотики Потому Что Ну там же Собственно В Сабнотике Там Стоит Ракетная Система Которая Сбивает Получаешь По-моему Чего-то Десять Урона И Можем Спасти Чувака Сабнотики Не знаю По-моему Нам Это Не Нужно По-моему На Того Не Стоит Я Несколько Раз Делал Этот Квест Да Чувак Будет Ремонтник А Нужен Инвиз Или Максимальные Движки Ну окей Понял Спасти Мы же Доброе Кто Это Сказал Нам Нам Дали 19 Скрапа А Это Тоже Был Квест Монахов Ну ладно Вы Вы Корабль Корабль Федерации За Которой Повстанцы Объявили Награду Ну Награду 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 Будет Будет Попадать Ну а дальше Уже Можно Косой Тут Творить Что Хочешь Все Им Поджечь Вот Так Чем Больше Беспредела Тем Лучше А Ушли Винвиз Только Кораблик Чуть Загорелся У вас Там Робот Летит Чат Сражайтесь Сражайтесь Как Никогда Не Сражались Чат Против Робота Кто Сильней Нам Косу Вырубили Но У нас Все Еще Есть Бомба Так Что Нормально Я Передумал Мы Будем Бомбу Парушке Кидать Чат Че-то вы Роботу Проигрываете Ладно Мы вам Пошлем Подкрепление Давайте Так И так Чат Нет Этот Черт Робот Он Всех Вынес И кто У нас Остался Еще Вот Человек О Нет Они Хакнули Систему Щитов В которой Робот Сидит Блин Робот Сейчас Сломает Все Щиты Что За Имба Знаете Что Я Решил Мы Полетим Отсюда Нужно рискнуть своим здоровьем И починить Потому что там все будет плохо Окей, все равно бомбу на пилота, это важно Доджим По местам, по местам, по местам, по местам Быстрее, 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 быстрее О, к нам протонулись Чуваки, у меня все Такие покоцанные, окей, ты идешь драться У нас есть чардж Поехали И коса Надо вырубить им телепорт, нафиг И оружку, и кислород И воскрешение, отлично Бомба продолжает на автострельбе Все по местам, быстрее, 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 быстрее Быстрее, быстрее Так, коса почти заряжена Чардж по щитам И коса пошла О, додж в последний момент Ну, по-моему, наш чардж держит уже эти щиты В полностью вырубленном состоянии Постоянно Простанулись снова, ага Чуваки, мы вас победили Судный энджи оказывается очень плохо оборудованным На самом деле это всего лишь катер Пытаются убежать от повстанцев Дать им 40 лома, 2 ракеты и 2 топлива Ну, давайте попробуем, что будет Они дали нам модуль Murderbot Dispersal Блин Сканер нужно было поставить Как улучшение внутреннее Я совсем забыл Murderbot Dispersal Очень хорош Пассивный урон Всем врагам на борту Эп Вы говорили, чат Я забыл Я забыл Ладно Давайте этот мануал выкидывать Нафиг Сканеры я все-таки оставлю Мисплеи были сделаны Дуэль Нет Сдох Кто это был Гектор Ладно, сейчас вернется Гектор жив Молодец, Гектор Живи Так Ну и на выход летим Что, апгрейды мне никакие вроде не надо А все еще мое оружие Не устраивает Давайте установим Это внутреннее улучшение Как он там называется Бортовые технологии Сканер жизненных форм Нет Выполнить задачу Нет Использовать оружие Нет Я уверен, что его можно было установить Как внутреннее улучшение Герметик пробоин Огнедушителя Обноходы не Что? Сканер жизненных форм Защитный скрамблер Распиратор и решетки Нет такого Может я тупой А должен быть специальный значок Клон отсек может улучшить 40 стоит улучшения Но мы прилетели в родные миры камушков Так что Опять у нас тут Религиозный отсек Этот майк защищен На элитной гвардии волнов Пилотируемый крестоносцами Волунами И кристаллинами Посторонним здесь Не рады Священные тексты Предписывают Что еретики Должны быть удалены С этого пространства Прикольно Может быть Священные тексты Ошибочны? Ересь Как ты смеешь Насмехаться Над словами Старейшин Какой ложью Вас кормили Чтобы у вас были Такие ошибочные мысли Короче Сейчас нас будут Сжигать Как еретиков У них 4 щита Мы мертвы Мы не пробиваем 4 щита Ребят Что это за Ересь По-моему Нас сейчас Сожгут Во имя бога императоров Выжгут нашу ересь Огнем инквизиции Я попробую Взорвать им Щит бомбой Если он попадет Он попал Странно Теперь я пробую Сделать так И косой Пройтись Как-то вот Таким образом Через весь корабль Но Чата вы где? А где чат? Чат Давайте деритесь Вы у нас Мастер боя Я думаю Мы сдохнем Там так много Пушек И 4 щита Как с этим бороться Окей Бомба на оружие Вот это вот На оружие И коса Вот так Все живы? Молодцы 7 хп Там дырочка Но это не проблема Оп Еще одна дырочка Одной больше Одной меньше Какая разница Оп Еще одна Там вот такие мелочи Камушки ломают двери Тоже фигня Пограли Теть Сюда Пошли в магазин Ох Большой магазин Посетители Заходите Посетите Мой совершенно Новый Эмпориум Пусковых Установок Мы продаем Пусковые Установки Другие вещи Потому что Никто не покупает Проклятые Пусковые Установки Пожалуйста Купите Мои Пусковые Установки Давайте Зайдем О Хорошо Наконец-то Посетитель Вы пришли Чтобы купить Минную Пусковую Установку Пожалуйста Мои запасы Огромные Бесконечные Давайте Посмотрим У меня нет денег У меня есть Много Предложений Купите Один Честно Я в этой Игре Наверное Ни разу Не покупал Минную Пусковую Установку Поэтому И сейчас Не куплю Голос Волна Внезапно Стал Холодным Идите Налево Там Общий Рынок Волун Недоволен Короче Все Плохо Этого Дрона Надо Продать Мердер Бот Дисперс Надо Продать Расширенные Сканеры Надо Продать У нас Есть 100 Денег Я Все Продаю Потому Что У меня 3 ХП Так Я думаю Нажно Дрона Купить И Все По-моему Нам нужен Этот Дрон Контроль Мы без него Вряд ли Выживем На все Оставшиеся Деньги Я Подчинюсь Все Если Мы Вообще Конечно Тут Сейчас Не Сдохнем Но Тут Наверное Нормально Просто Открыть Все Двери Чувак Блин Иди Иди Вот Сюда Момент Фигово Кстати С Отсегом Клонирования У меня Весь Экипаж Покоцанный Теперь Эти Чуваки Получают Уменьшенный Урон От потери Кислорода Классно Прямо Пушка Нет Закрыто Так А вот Отсег Клонирования Ломать Не надо Можно Отсег Клонирования Демонтировать И построить Больничку Можно Но Денег Нет У нас Тут Немножко Проблемы Как видите У нас Тут Не все Радужно И гладко Я пытаюсь Выжить И больничка Нам Как бы Приятно Но Она Нас Нифига Не спасет То есть В бою Больничка Будет Не очень Полезна Хороший Блэнджи Красивый Чат Хотите Что-нибудь Починить Идите Почините Вот это Чат Сейчас Тоже Сдохнет У кого Много ХП Вот У тебя И Ты Иди Сюда Том Том Держись Чувак Молодец С последних сил Выполнил задачу Всё Мы ж И теперь есть защитный дрон Это хорошо И три горючки Это плохо этом маяке находится транспорт валунов можно уверенность поспорить корабль скорее всего несет специальную технику если вы сможете убить экипаж груз станет вашим давайте дайте мне свой груз мы должны драться как я могу скипать бои но это безумие скипание боев нам ничего не даст но это кстати не такой уж прям супер страшный корабль вот это выглядит поадекватнее чем то с чем мы только что дрались бомбу в кабину пилота полный огонь по щитам ионами и коса делает порнк ох коса делает кстати по-моему я и он могу на автострельбу ставить похоже что и он можно ставить на автострельбу он хорошо пробивает у меня в кабине пилота была толпа народу что стивен время пришло мы используем твою обилку камикадзе стивен делай боинг о хорошая работа стивен кстати коса делает боинг как ни странно наше оружие справляется вроде бы мы живы и магнитный малипулятор дает дополнительный лом хорошо так что проапгрейдить еще 68 денег могу все ты нужно уклонение я думаю что уклонение наш выбор больше уклонения это кайф бедствие я думаю что мы недолго врачать спуститься на поверхность 5 урона корпусу корабля это очень классно хороший ивент я имею ввиду я взял сумасшедшего мужика на борт поэтому ничего удивительного еще бедствия так найдем поищем корабль 50 ломает хорошо так 50 лома еще в уклонение вложиться я думаю это наш выбор украсть технологию минной пусковой установки хороший план надежный как швейцарские часы так я думаю что автострельба вроде как пробивает вот так на автострельбу его энергетическое оружие по щитам я думаю а мины по оружию у них тоже мины а бомбы по оружию ну и ну и косой вручную я буду стрелять вот там как-то вот так все взорвали на похоже что энерго оружие держит щиты в перманентно вырубленном состоянии если попадает так что это уже хорошо на кстати чувак ты пойдешь и сдохнешь там сейчас о поджигание сработало когда счетов полностью не было сработало поджигание вырубим кислород но они починят и мы все-таки нашли минную пусковую установку минные пусковые установки заряжаются выпускают серию снарядов так азирис 4 выстрела одна ракета нужно урон корпусу 1 руки на экипажу 15 единственное что мины не повреждают системы мощность 3 4 выстрела но они не повреждают системы какая фигня я могу ее вместо этого поставить поджог и пробоины мы можем попробовать я могу сделать вот так сейчас потестим посадили маленький шаг на огромное поле единственными металями которого являются маленькие окрашенные шестиногие животные попробуем их продать а это лошади куси он нет не убьют нас кислород лошади атакуют а бежим бегите чуваки эти лошади они сожрут нас они ломают мне движок они такие быстрые что за жесть они слишком сильны не дай лошадям захватить корабль они сломали кислород и мы должны держаться чат нужна ваша помощь как главных бойцов а чат это и так на боевом месте они сломали мне пол корабля они сломали мне пол корабля о нет ну все умерли тх а почему клон отсек не работает нет чат чат сдох f чат тх что за фигня это была похоже что лошади когда умирают наносят ионный урон поэтому поэтому они выключили отсек я не знаю без понятия тх ха 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 чата больше нет чата больше нет а чат умирая ионный урон наносил точно окей чат вы сами все сделали это эм что из тоннеля Выходит массивное крейсерское судно Похожее на ракушку Яркий свет пробивается Сквозь щели на корабле Слизнируйся Цветами радуги Радужный челлендж Что? К сожалению, с тех пор, как я ввел В свой кровоток ДНК Галлюциногенные растения дыни Я начал видеть видение будущего До сих пор ни одного из них не сбылось Тем не менее, в одном из них я отчетливо помню Как такой корабль, как ваш, убил меня Ну, не совсем, но это было достаточно близко Боюсь, мне придется убить тебя, чтобы предотвратить эту участь Сумасшедшие обкуренные слизни на нас напали На радужном корабле Ну, офигеть теперь Так Ну, у меня есть пусковая Пусковая установка Азирис Которая сейчас, короче, вам покажет Слизни Держите Азирис Прямо вот В оружку Ну, подожгли оружку Ну, правда, толку от этого никакого Ай, они к нам на корабль запрыгнули Ну, прикольно Очень хорошо Они загорелись Это плюс Защитного дрона Призвать, наверное Окей Тобой, чувак, придется пожертвовать Они сломали дрона Они сломали дрона У меня есть коса Я не знаю Азирис вроде бы неплохо сработал Там дофига урона на нем получается Им можно, типа, экипаж даже выносить Наверное Потому что каждый выстрел Это 15 урона 4 на 15 Это много на магии Эх, фигня урон Я не прав Урон фигня А если Поджог не прокает То Толку от него мало Вот Прокнул Поджог А ракушки что, горят Как-то особо сильно Или чего? Похоже на то Надо им клон отсек сломать О! Ви-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- Токтик под лончер. Это что такое? Смертоносное оружие выпускает ядовитый газ, который разъедает систему и наносит вред экипажу. Офигеть. Радость поражения 42, выстрел 1. Опа. Вот оно. Мощность 2. Так. Это то, что нам нужно. И я могу еще оружие проапгрейдить. И снимаем этот Азирис нафиг. И могу ли я... Вместо косы я могу его поставить? Пока что. Нафига я тогда апгрейдил? Может косу вместо бомбы? Но бомба хороша. Так он лазер или что? Фиг знает. Ладно, сейчас узнаем. Фух. Нет, мы этого не делаем, извините. Поселение немедленно отключает передачи. Окей. Понял. Вот поговорили. Летим на выхол. 1% севильян. Ладно. Следующий сектор. Какой-то подозрительный. Записи для данного сектора повреждены. Попытки восстановить не увенчались успехом. Все равно продолжаем прыжок. Похоже, это обычный гражданский сектор. Но что-то пошло не так. Ваш компьютер перегружен стандарными сигналами. Иногда из вашей радиосистемы достосятся помехи. Так. И что здесь происходит? Как ни странно, маяк не охраняет охрана. Вместо этого вас кликает гражданский ванпост вдалеке. Привет, мы требуем, чтобы вы заплатили за вход. Нет. 2 урона. Прекрасно. Нет топлива, кстати. Ребята, есть че? У нас нет топлива. Ну, давайте включим аварийный маяк. Мы нашли какой-то интересный сектор. Но мы вряд ли его... ...исследуем, потому что у нас нет топлива. Сейчас, скорее всего, нас загонят повстанцы. Что-то интересное мы нашли. Да, повстанцы... Привет, повстанцы. Давайте... ...ничего не будем делать. Просто попробуем выжить. Нам деньги нужны будут на топливо и на ремонт. Защитного дрона активировать. Новое оружие. Токспотс. Что оно такое, фиг знает. Хоть бы посмотреть на него успеть. Оно как лазер. Оно не как ракетница. Окей. Ладно. Тогда бомбу на автострельбу по... ...пилоту. Чардж по щитам. Попробуем этот... ...токсическую фигню запустить. Нет, вроде бы оно попадает. Окей, к нам уже телепорт пришел. Все корабли в этом моде с телепортами. Вообще все корабли. От дэнт защитного дрона сломали. И вообще мы умерли. Пофиг. ...токсическую фигню запустить. 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 это такая ересь о господи я думал я сдохну какая фига давайте посмотрим что за новый корабль открылся вот это он до монахи у них нет оружия офигеть это еще более душный корабль вот нет подождите нет оружия а нет вот у них все-таки есть оружие но на очень базового уровня и нет сначала пушек вообще оглушает врагов в комнате не может бороться с другим экипажем или системами диверсии взрывается при смерти и у них и у них экипаж который не умеет драться то есть понимаю что тебе один mantis приходит ты умираешь нет есть боевой дрон да у них дрон для защиты учитывая что весь этот мод все корабли с в моде ходят с майн-контролем и этим и телепортами то есть это у всех кораблей есть телепорт это блин жесть и отсутствие оружия как подождите как побеждать как этим проходить корабли ладно мы попробуем следующий раз дроном контролем не знаю это безумие абсолютное безумие да о нет ну чат говорит что это отличный корабль чат сразу же уверен что это лучший корабль все нормально можно драться майн-контроль противников больше будет бесполезным контролем убиваешь всех потом своего дрона туда закидываешь вопушка все класс каждый бой по 40 минут будет